вы бы часто такое видели свое это время вот этот кусок асфальта сделал usual автобан отличный асфальт он до сих пор живет и работает если бы не перегруз то асфальт был бы качественный в этом году вот включилась то что должно было быть платон и поэтому извините подвиньтесь но свыше 18 тонн на груженую ось вы ничего не сделайте это по всей россии но чтобы не было такого потом приезжает один кренделечек да а после него асфальт которые могли бы разрушить даже 600 и мерседесы просто развалился представляете а нагрузка идет именно на тех кто владеет этими 600 и мерседесами остальными машинами то есть у меня возникает вопрос но если у нас платон наконец-таки заработал может быть все-таки выключить транспортный налог а господа как-то все таки не совсем правильно получается транспортный налог и мы что мы за это дело платим за это дело должны платить тот кто разрушает дорожное покрытие а разрушает грузовики естественно причем тут малолетраж который и даже крупные ретражки но небольшой мощности то есть небольших размеров но они может быть в 90 процентов лучше просто стоят теперь вопрос что дальнейшее а дальнейшем случае с чего случилось то здесь едет в большом количестве маршрутки и маршрутки просто встает представлять просто это как объезжать то есть пойдем на и будем объезжать по встречке ну я не думаю что все это хотели бы сделать так вот сегодня сейчас люди обратились в компанию доримстрой которая вам сделала замечательные остановочные комплексы вот они какие простоят они долго дорога конечно хороша и идеально но что делать с автобусом номер два и с прочими маршрутками встают а далее как то можно конечно перегнать а если поток вот так и получаются пробки водителям автобусов и маршруток по сути фиолетово на то что вы встаете им прибыль подавай как-то круто и неправильно получается но ситуация в изменилась и вам помог дорремстрой тут понять то надо махом дороги делаются махом то что было ранее не приветствуется и все дороги залатали достаточно быстро а вот эту тему мы проверим следующим летом но то что делается этой конторы это быстро и качественно слову о быстроте если бы не заместитель главы города по благоустройству а именно терентьев дмитрий николаевич мы бы не увидели такого темпа возведения дорог а вопрос качества работ и это тоже город вы понимаете что контроль дорог ведется пк у мисс и они отвечают за качество вместе с ерушевым анатолием владимировичем за моей спиной остановочный ну грубо говоря комплекс остановочный карман для пешеходов остановочная площадка и для остановки автобусов это все в целях безопасности дорожного движения автобус остановился люди вышли по остановочному по тротуару на остановку по пешеходному переходу перешли на другую сторону спокойно пошли работать или с работы толщина асфальта от 6 до 7 сантиметров прослужит гарантии от 10 до 15 лет и у меня возникает вопрос да хорошо да круто а как с домами то то есть город великолепен по дорогам а вот внутри кварталов как тема весьма актуальна хочется их подъезду по нормальному асфальту прокатиться мы как-то сильно в этом отношении мировым лидером уступаем то красиво снаружи а внутри теперь раз разговор у нас о квартплате она совершенно не детская я не понимаю как с дома в которой треха обходится всем в 9 тысяч рублей в месяц я внутри еду по полной каки а может то что сделано инсайт отдать дорожным строю чтобы он всем показал как надо делать так же как он строит вот эти замечательные карманы и для автомобилей и для автобусов конечно это хорошо что везде и всюду не только мы молимся на южурал автобан южурал автобан занимается прокладкой той самой магистрали помните мы когда-то говорили и говорили достаточно давно что магнитогородский челябинск хотелось бы соединить двухполосным движением ну вот потихонечку он там и занимается все остальное в городе в остальном в городе на люди участвуют торгах по почему бы и нет также люди изготавливают и асфальт а почему бы и нет также люди готовы вам предоставить асфальтовое покрытие а почему бы и нет и вот она пожалуйста то самое замечательное асфальтовое покрытие и вы можете сказать благодарность этим людям то есть это люди которые работают в дорожном строе потому что наконец-таки при объезде препятствий которые здесь останавливаются ну посмотрите маршрутка встала там или автобус стал и как вы собираетесь объезжать через сплошную линию нет сегодня и сейчас и только благодаря им здесь построены замечательные кармашки и вы можете спокойно объезжать но прошу вас после того как маршрутка выехала или автобус их необходимо пропускать а это уже наш закон который я вам посоветовал посоветовал соблюсти